Мы продолжаем изучать недельный раздел Торы Бо в 12 главе, отрывок которой мы уже несколько раз к нему подходили с разных углов зрения, заповедь пасхальной жертвы, которая была передана Муше и Арону в Египте. Скажите все общине Израиля. Так, в десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый по ягненку на отчий дом, по ягненку на дом. А если мал дом на ягненка, то пусть возьмет он и ближайший к его дому сосед по числу душ. По мере еды каждого человека рассчитайте беля ягненка. То есть, поскольку ягненка нужно будет съесть целиком, без остатков, пасхальная жертва должна быть съедена в ту самую ночь исхода до конца, чтобы на утро ничего не оставалось. Поэтому, если семья мала, то, при чем желание, они не смогут съесть целиком ягненка, то тогда им нужно кооперироваться с соседями для того, чтобы записались на эту ягненку дополнительные люди, дополнительные едоки, которые смогут закончить его мясо. Игненок должен быть без порока, самцом, первогодком. Вы можете взять его из овец или из коз. Вы должны хранить его до 14 дня этого месяца, и тогда пусть зарежет его все собрание общины Израиля в межвечерии. И пусть возьмут кровь и нанесут на оба косяка и на притолоку в тех домах, в которых будут его есть. И пусть едят мясо в ту же ночь, жареное на огне, с пресным хлебом, то есть с мацой, и с горькими травами, они должны есть его. Не ешьте его полусырым или вареным в воде, а лишь жареным на огне с головой, ногами и с внутренностями. Ничего не оставляйте от него до утра, а то, что останется до утра, сожгите на огне. И есть вы его должны так. Ваше чресло перепоясано, ваша обувь на ваших ногах, ваш посух в вашей руке, и ешьте его спешно. Это пасхальная жертва Богу. Это Песах Богу. Пасхальная жертва. Почему пасхальная жертва называется пасхальной жертвой? Почему? Потому что она приносится в праздник Песах. Ну а почему Песах называется праздником Песах? Откуда, в чём значение этого слова Песах? Объясняет нам это Раши. Это Песах Богу, то есть это жертва, называется она Песах. От слова, которое означает, само значение этого корня, перепрыгнуть, пропустить. То есть там, где есть, скажем, три точки, раз, два, три, переход от первой точки к третьей, минуя вторую точку, и означает вот этот самый глагол Песах. То есть перепрыгнуть, перейти, перешагнуть, пропустить, перескакивать. Почему жертва, названная таким странным именем, перескакивание или перескок, если уже буквально переводить это, и почему праздник назван таким странным именем? Потому что Всевышний пропускал дома сынов Израиля, находившиеся среди домов египтян, как бы перепрыгивая, перескакивая от египтянина к египтянину, а еврей, что был между ним, оставался невредим. То есть поскольку к тому времени, в отличие от первого периода пребывания евреев в Египте, когда все жили компактно в дельте Нила, в земле Гушен, образуя своеобразную черту оседлости, то уже в это время перед исходом евреи жили и в центральных областях Египта, среди коренного населения, достаточно сильно перемешавшись. Так что на одной и той же улице могли быть дома вперемешку еврейские и египетские. Вот почему в ту самую ночь, когда евреи приносили эту жертву, означавшую переход от состояния рабства к состоянию свободы, а Всевышний поражал первенцев в ту же самую ночь, он поражал первенцев египтян, которые гибли в ту самую ночь, то эта гибель, она переходила, перепрыгивала, перескакивала с дома на дом от одного дома египтянина к другому дому египтянина, тем самым пропуская еврейский дом, который был посередине. Вот почему эта жертва и сам праздник получили это название Песах, потому как Всевышний здесь, наказав египтян, пропустил, перескочил через дома евреев, тем самым и пожалев. Продолжаем дальше текст. Говорит Всевышний, а я пройду в эту ночь по Египту и поражу всякого первенца в Египте, от человека до скота, и над всеми богами египетскими совершу суд. Что значит я пройду в эту ночь по Египту? Почему Всевышнему надо куда-то проходить? Раша говорит здесь, а я пройду, подобно тому, как земной царь проходит с места на место по своим владениям, так и Всевышний. И одним мановением в одно мгновение все наказаны. То есть, поскольку Всевышний ты пообещал, что эта гибель первенцев будет в полночь, то так оно и произошло. В одно мгновение все погибли в полночь. Тогда непонятно начало. Почему тогда сказано, что я, как говорится там в тексте, а я пройду в эту ночь по Египту? Раша говорит, ну это подобно тому, как земной царь проходит по своим владениям. Но в том-то и дело, что мы же здесь не имеем дела с земным царем. Как раз наоборот. Земной царь ему понятно. Когда ему нужно воевать с многочисленными врагами, то ему приходится переходить с места на место. Ему приходится перебрасывать свои войска, свои силы с одного фронта на другой. Сегодня его атакуют с запада, он бросает силы на запад. Завтра его атакуют с востока, он сам отправляется на восток. Земной царь берет с собой свое войско и отправляется туда. Так нужно земному царю. Всевышнему это не надо. Поскольку все погибли в тот же самый миг, в одно, как Раша подчеркивает, в одно и то же мгновение. Так почему нужно было здесь проходить по Египту? И что это означает вообще эта фраза? Я пройду по Египту. Ответ он на удивление прост. Если бы Египет был маленьким местечком, то тогда, конечно, никуда не нужно было бы проходить, и все бы свершилось во единое самое мгновение. Но Египет это колоссальная страна. Огромная страна. И в ней, ведь время, оказывается, та же самая полночь, о которой было сказано. В полночь погибнут все первенцы. В каждом месте полночь наступает. В другое время. И поэтому для того, чтобы сбылось то самое обещание и то самое указание, что смертно стигнет первенцев в полночь, то она переходила как бы с места на место. То есть сначала, если взять движение с востока на запад, таким образом, поражение первенцев, казнь первенцев переходила с места на место, чтобы всюду, в каждом месте она случилась ровно и точно в полночь. Поэтому и сказано. А я пройду подобно тому, как земной царь проходит с места на место по своим владениям. И совершил суд. Суд над кем? И над богами египетскими совершил суд. А это что означает «над богами египетскими совершил суд»? Раши поясняют, что имеется в виду, что даже в тот самый момент даже статуи египетских богов, когда погибали первенцы, то рушились и статуи египетских богов. Наконец, последние фразы этого отрывка. «Кровь же послужит знаком на домах, в которых вы будете, и я увижу кровь и помилую вас, и не будет ли вас губительного мора, когда буду поражать Египет». То есть всё то, что затронет египтян, евреев не будет касаться. Ещё один вопрос поднимает здесь Раши совершенно очевидно. А Всевышнему, что нужен ему знак, то, что именно кровь будет на косяках и на притолке, а без этого Всевышний не узнает, что здесь еврейский дом, здесь дом еврея. Если Всевышний уже знает, кто первенец, а кто не первенец, так уж не трудно узнать, что здесь живёт Рабинович, а не египтянин. «Ответ Раши, ведь ему всё открыто, но Всевышний сказал, я посмотрю на вас и увижу, что вы выполняете мои заповеди, вот тогда-то помилую вас». То есть кровь эта не служила знаком или взамен табличке, что здесь живут евреи, пожалуйста, не пускать сюда никакие разрушительные силы. Кровь эта служила совершенно для другой цели, а именно для того, чтобы спастись. Ведь сказано было, что то, что происходит сейчас, это перескок. Всевышний должен перескочить. Просто задача. То есть нужно перескочить. А если это наказание, оно было предназначено только для египтян, то каким образом оно касалось евреев? Почему здесь подчёркивается, что суть самого происходящего события – это именно перескакивание с места, с египтя, с одного египтянина на другого, мину и еврея? Если для еврея это не предназначено, так что за перескоки здесь? На самом деле это не всё просто. Поскольку евреи жили уже тогда среди египтян. И не просто так, просто так это не кончилось, что они жили тогда среди египтян. А перенимали они египетский образ жизни. И не исключено, что сами они участвовали время от времени. Кто чаще, кто менее часто и в египетских культах. То есть в принципе претензия была не только к египтянам, но и к ним тоже. Как в дальнейшем, ряд нашей мудрецы, уже в следующем действии, через неделю на берегу моря ангелы спросили Всевышнего, почему египтяне должны погибнуть, а евреи должны пройти. Поэтому здесь необходимо было евреям что-то, что выделит их из среди египтян, не в качестве метки. А именно сделает их другими, поднимет их над египтянами, вырвет их из среды египетского народа. А это было именно принесение пасхальной жертвы. Сама символика жертвы, нужно было взять это животное, и в отличие от всех остальных жертв, нужно было жарить его со всеми внутренностями вместе. Именно жарить его. Во-первых, понятно, что здесь должна была бы быть чисто психологически победа бывшего вчерашнего раба, то есть еще сегодня днем раба, над своим страхом перед своими хозяевами. То есть нельзя было разрезать тушу жертвенного животного на куски и сварить его в кастрюле, а кто бы увидел кастрюлю перед какой-нибудь казан перед домом евреев, так можно было бы сказать, а это я кашу варю, или это я суп варю, или еще что-то. Нет. Приносим именно целиком и полностью жертвенное животное. И какое жертвенное животное? Ягненок. А ягненок – это как раз знак зодиака, который соответствует месяцу Ниссан, который происходит исход. То есть это тот самый знак зодиака, который, по мнениям телопоклонников, он сейчас и управляет миром, ему сейчас и дана власть. И вот этого самого башка, которому поклоняются соседи, которому поклоняются вчерашние хозяева, и которому сам, быть может, в прошлом тоже поклонялся, вот сего сейчас нужно взять и залезать целиком. А потом его целиком и съесть, чтобы ничего не осталось. Но жертва это не означает, именно то, что здесь подчеркивается, это не смерть, не уничтожение. Ведь на этого ягненка нужно было записываться. То есть каждый, если это семья, она подсчитывает, сколько у них едоков и сколько каждый из них в состоянии съесть, и намечает для каждого кусок мяса в теле этого ягненка. А если малая едоковность, нужно кооперироваться с другими. То есть каждый как бы себе самому определяет и назначает кусочек мяса в этом самом теле, а потом он его съедает. То есть получается, что жертва это, это не смысл её не в уничтожении, не в том, как представляли себе жертвоприношения древние язычники в том, чтобы злобное и мстительное божество его каким-то образом ублажить при помощи мяса, крови и так далее. И для этого нужно уничтожить что-то. Делать совсем не в этом, наоборот. Жертва, само слово жертва в русском языке его значение именно такое. Что-то уничтожается, что-то теряется, что-то уходит. А на языке, которое это курбан, от слова декарев, то есть приближаться, иными словами. Для того, чтобы выйти, покончить с предыдущей жизнью. Жизнью, которой жили в Египте, жизнью, в которой евреи, в общем-то, смешали с египтянами и жили почти так же, как и египтяне. Вот над этой жизнью нужно было приподняться. И не просто приподняться. Неверно их было приподняться. Нужно было полностью, полностью покончить с этой жизнью для того, чтобы начать новую жизнь. Новую жизнь, в которой человек приближён к Богу. Для того, чтобы приблизиться к Богу из состояния предыдущей жизни, такой, как она была в Египте, было просто невозможно. Поэтому с предыдущей жизнью нужно было покончить для того, чтобы тут же приобрести новую жизнь. И вот это символизировало то, что это жертвенное животное все его съедали, поедали. То есть, получали как бы себя самих взамен. Человек приобретал свою новую жизнь, своё новое «я», в котором он уже полный себе хозяин, ибо он выходит из рабства на свободу. Вот важно здесь ещё подчеркнуть, что этим самым действием, после того, как человек приносил своего, резал своё египетское божество своими собственными руками, отказываясь тем самым и заканчивая предыдущую жизнь, и начиная новую жизнь, эта новая жизнь была и началом всего еврейского народа. Еврейский народ тем самым и образуется, вот это вот начало его образования еврейского народа, в эту самую ночь исхода из Египта. То есть, Всевышний образует в этот момент не группу своих поклонников, не религиозную секту, а он образует народ, который в дальнейшем должен будет построить и своё государство в своей стране. И вот это и любопытно здесь посмотреть на самые первые действия, с которыми начинается создание вот этого народа особенного, народа Израиля. Что, каким образом он должен быть построен, и что можно из деталей пасхального жертвоприношения, что можно выучить по поводу строения в дальнейшем еврейского народа. Значит, Всевышний строит этот народ, прежде всего, что является построительным материалом, это вчерашние рабы. Раб, у него ничего своего нет. Имущества у него нет. Известный закон, что то, что приобрёл раб, становится имуществом его господина. У него нет ни свободы, он не волен решать, что ему делать за него, это решают другие. У него нет имущества, у него нет собственного достоинства, у него нет семьи. Чего у него нет? Полностью принадлежит хозяину. Самая первая – это заповедь, которая здесь была дана. Возьмите себе ягнёнка. Что значит, возьмите себе ягнёнок. Если он ещё остаётся рабом, то даже если он пошёл и купил на рынке ягнёнка, то в тот момент хозяином этого ягнёнка стал его босс, стал его хозяин. Что значит, возьмите себе. Стало быть, сама эта заповедь, она уже является актом освобождения. Правда, формально ещё хозяин, а хозяин-то был один, здесь не было частных хозяинов египтян. Здесь был только один хозяин-фараон. Стало быть, фараон ещё должен был произнести или написать им формулу отречения от своих рабов, отпущения их на свободу. Этого ещё нет, но Всевышний уже их отпускает на свободу и даёт им личную свободу. Раз. Второе – даёт им собственность и имущество. С этого и начинаются самые первые шаги по строению будущей нации и по строению будущего государства тоже. В дальнейшем Аравирш подчёркивает следующее действие. Тут же провозгласил, что все должны быть равны перед ним и перед его законом. В чём это действие? В том, что сказано, как сказано в тексте, вы должны хранить его до 14 дня этого месяца. И пусть тогда зарежет его всё собрание общины Израиля в Межвечерии. Пусть зарежет его одного игнёнка всё собрание общины Израиля. Это же миллионы людей. Как-то так они все будут резать одного игнёнка. Почему же то разражается таким странным образом? Говорят. Значит, если я кого-то уполномочил сделать за меня определённые действия, имеющие определённые последствия юридические или ещё какие-нибудь, то его действие засчитывается на мой счёт. Стало быть, если мы все, всем народом, уполномочили кого-то зарезать пасхальную жертву, он один её режет, но это засчитывается нам, как будто бы мы все это сделали. Подобная формула Шелухоршель Адамкему, то, что доверенное мною лицо, оно точно такое же, как я, то есть то, что он сделал ко мне, оно возможно при одном условии, при полном равенстве людей перед законом. Это вот третий момент в построении народа. Первое – личная свобода, второе – имущество, собственность неприкосновенная, третье – это равенство всех перед законом. Дальше продолжает Равирш. Приняв этих людей под своё покровительство и наделив их личной свободой и законными правами, Бог, как строитель государства, прежде всего собирает их всеми. То есть, нация не строится из отдельных людей, нация строится из семей, поэтому не отдельные люди собираются в компанию, чтобы есть пасхальную жертву. А как сказано, пусть, скажите, все общения Израиля так, в десятый день этого месяца, пусть возьмут каждый себе по ягнёнку на отчий дом. По ягнёнку на дом. Подчёркивание, отчий дом, что такое отчий дом? Это клан. То есть, поскольку обычно семья, скорее всего, будет маленькой, и не хватит едоков в семье для того, чтобы съесть этого ягнёнка, то объединяются всем кланом. Таганцы, мишпуха. То есть, и, как, например, это бывает, когда есть старшее поколение, дети, которые уже сами обзавелись семьями, у них уже есть свои жёны, у них уже есть свои мужья, и, может быть, уже и дети, то они все собираются в дом к бабушке и к дедушке. Таким образом, составляется вместе, собирается вот этот вот клан в отчий дом. Это вот то самое строение еврейского народа из семей, а семьи составляют кланы, и из них уже составляется еврейский народ. Таким образом, выстраиваются семейные связи. Продолжает Равирш. Закон, наделяющий человека личной свободой, равенством, правом владеть собственностью, правом сохранять связи кровного родства, к которому индивидуумы объединяются в отдельные семьи – вот та основа государства, которая и выстраивает сейчас Бог. Основа, которую мы сейчас объясняем. Однако ведь этот закон, заключая людей в семейную оболочку и защищает вторжение извне, содержит в себе некий разделяющий элемент. Некоторые люди услышат то, что народ строится из кланов, они почувствуют здесь некоторый недостаток, ведь, по крайней мере, вокруг нас достаточно много, если посмотреть, как выглядит, предположим, как живут наши соседи, арабы или другие народы Востока, у которых есть чёткое вот это вот разделение на кланы и на хамулы, то, в общем-то, это означает, что вместо того, чтобы был один и единый народ, есть враждующие между собой кланы хамулы, которые находятся в постоянной вражде и постоянно грызут друг друга. Потому что их, на самом деле, ничего не объединяет. У каждой хамулы, у каждого клана свои интересы, вот они и грызутся друг с другом. Так, действительно, невозможно построить единый народ, единую нацию только вот на основе такого разделяющего закона, который скрепляет людей в семьи и в кланы, и тем самым он же отделяет членов одного клана от членов другого. Должен быть ещё элемент скрепляющий. Ну, что может быть скрепляющим элементом? Обычно скрепляющим элементом, когда вдруг, снова посмотрим на соседей, когда две хамулы могут объединиться вместе, когда они вдруг забывают вражду между собой, когда они в общей беде, если есть общая засуха или общее наводнение или общий враг вдруг появляется, тогда они объединяются. То есть, нужда обычно в мире нужда и заставляет людей, отделённых друг от друга, объединяться. В конечном итоге во многих обществах, общество, в общем-то, так и строится, общая нужда их объединяет. И как только эта нужда перестаёт быть острой, то тут же люди начинают грызть друг друга. Когда все в беде, тогда все братья, все друг друга любят. Как только беда кончается, так грызи друг друга, почём зря. Как будет с еврейским народом, пишет Травирш, быть может, такой связью, подобно другим государства, образующим системам, станет нужда, зависимость от других, слабость индивидуума, вырывающая его из эгоистической изоляции, внушая ему мысль о том, что забота о собственном благополучии включает в себя и заботу о благополучии соседа. То есть, именно нужда и осознание своей слабости обычно долгует человеку простую мысль, что имеет смысл предпочесть интересы общества своим узким интересам, потому что интересы общества, они твои же собственные интересы. Если общество сумеет решить какие-то проблемы, которые ты, как человек, как единица, не можешь решить, то тебе же от этого будет хорошо. Ну, это стимул для объединения. Да, но не в еврейском народе. Зависимость друг от друга есть, но, как мы видим, здесь обратная. Но она порождена не нуждой, наоборот, а изобилием. Необходимостью исполнять свой долг с помощью соседа. Что там сказано? Что если мал дон на ягнёнка, то пусть возьмёт он и ближайший к нему сосед по числу душ. Если есть проблема, какая проблема, что мяса не хватает? Да нет, наоборот. Есть проблема, когда мяса слишком много, а закон обязывает всё мясо съесть, так, чтобы не осталось ни кусочка. Вот проблема. Значит, у кого проблема? Не у бедняка, которому не хватает мяса, а наоборот, у того, кто живёт более-менее устроено, у кого слишком много мяса. Не бедные нуждаются в богатых, а богатым нужны бедные, чтобы исполнить свой долг. Пусть тот, чей собственный дом слишком мал, чтобы вместить посланные ему Богом благословения. Пусть он попросит соседа одолжить ему людей. Прийти к своему совету и сказать, слушай, у тебя едоков лишних не будет? Мне как раз не хватает четырёх-пяти. Которых он сможет наделить своим изобилием и исполнить с их помощью свой долг. Вот это принцип. То есть, бедные, они в богатых не нуждаются. Кто как-то так не нуждается? А кто же их будет кормить? На самом деле, Всевышний может обеспечить бедняков и без помощи богатых. Так что бедняки, на самом деле, в бедных. Бедняки в богатых не нуждаются. А вот богатые в бедных таки да нуждаются. Им-то Всевышний эту проблему не решит. Бог может обеспечить бедных без помощи богатых. Но без бедных богатые не могут исполнить своего предназначения, как известный диалог, который содержится в Талмуде, о том, как спросил язычник Раби Акиву, если ваш бог так любит бедняков, а что же он их сделал бедняками, что же он их не сделал богатыми, не отделил их, что ему Раби Акива ответил? Конечно, для того, чтобы нас спасти от гейно. То есть, если ты смотришь на вопрос обеспечения, как ты понимаешь помощь людям в обществе, как функцию обеспечения бедняков и удовлетворения их нужды, не в этом дело. Это Всевышний мог бы сделать и без нашей помощи тоже. Они бедняки, потому что мы богатые в них нуждаемся. Для того, чтобы им давать, для того, чтобы при их помощи и с их помощью выполнять свой долг, свою обязанность. В государстве, которое собирается оставать бог, не нужда, а заповедь и чувство долга объединяют одну семью с другой, соединяя их в одну национальную общность. Вот это вот тот самый цементирующий элемент, который и должен приблизить семьи и кланы друг к другу и создать из них единую нацию, единое государство. Идем дальше. Двенадцатая глава, четырнадцатый. Тасук. И пусть будет этот день памятным для вас. И отмечайте его, как праздник, посвященный Богу. Как вечный закон, празднуйте его. Тот самый день, в который вы выходите из Египта, должен быть отныне для вас праздником на все времена. Семь дней ешьте мацу, но в первый же день уберите квасной из ваших домов. Ибо каждый, ибо всякий, кто будет есть квасное с первого дня по седьмой день, тот человек будет истреблён из Израиля. Здесь добавляются две заповеди праздника. Первая заповедь повелительная – есть мацу. Вторая заповедь – запрет. Запрет, чтобы был запрет есть квасное, то есть хамец, на протяжении всего праздника с первого по седьмой день. Первый день у вас будет назван святым. И в большинстве переводов на русский язык, то тот термин, который упомянут здесь в Торе, в оригинале, микрокодиш, переводится как «священное собрание», больше не меньше. Человеку, может быть, другим людям это как-то не очень заметно. Но человеку, который вырос в Советском Союзе, у которого от слова «собрание» начинаются ассоциации с комсомольскими собраниями, с профсоюзными собраниями и прочими, то подставлять само вообще слово «собрание», оно уже от него стынет, кровь в жилах. А если прибавить к нему еще и слово «святое», «святое собрание», то это просто уже совершенно весть невыносимая. А что же на самом-то деле действительно означает это слово? «Микрокодиш». «Микрокодиш» – слово «ликро», «звать». Ну, отсюда переводчик, кого созвать? Созвают собрание, стало быть, а поскольку еще кодиш, значит, оно собрание святое. «Ликро» – это значит «звать» и «назвать». То есть, этот день вы будете микрокодиш, этот день, который вы называете кодиш. В чем здесь, что здесь подчеркивается? В отличие от субботы, которая тоже кодиш, и она-то на самом деле источник души, источник святости вообще во времени. Ее человек не зовет, ее человек не призывает. Она существует, как говорят наши мудрецы, шаббат квия векайма. Она установлена четко каждый седьмой день. Не люди ее установили, Всевышний установил этот день, остановив работу по созиданию мира в седьмой день. И к душу то воздействие, возвышенное и поднимающее человека, которое зафиксировалось на этом дне, оно всегда приходит к человеку в седьмой день. Независимо от того, как человек себя ведет и как он к этому относится. Праздники – это не так. Праздники назначает человек. Он должен назначить это. Хотя у них есть твердое время, как здесь, день исхода из Египта. Это верно. Но поскольку человек должен определить начало месяца, ведь привязка-то здесь не просто каждый седьмой или каждый такой-то день, а привязка к определенному дню месяца. А месяц, как выяснилось в самом начале этого предыдущего отрывка, и сказал Бог, может, я ровно в земле Египетской. Этот месяц для вас начало месяца. То есть, как говорят наши мудрецы, он показал ему новую луну, новолуние, и сказал, вот это для тебя начало месяца. Для тебя это означает, что ты должен, ты как человек должен его определить и сказать, вот мы начинаем месяц, таким образом человек устанавливает здесь дату начала месяца, он тем самым устанавливает и дату праздника. Таким образом, не к душа сама приходит к человеку, как это происходит в субботу, в шаббат, а человек призывает к душу себе. В этом смысл этого названия микрокодыш к собранию слётки или к чему-нибудь ещё не имеет никакого отношения. Поэтому переведём так. Первый день у вас будет назван святым, т.е. вы называете его кодыш святым, и седьмой день будет назван святым. Никакой работы нельзя делать в эти дни, кроме того, что может служить пищей для каждой живой души, вот его вам можно делать. Ещё один дополнительный заповедь здесь – это запрет милоход, запрет работы в празднике, за исключением охель-нефер, за исключением того, что может служить пищей для живой души. Посмотрим ещё раз детали вот этих стихов, поскольку, на самом деле, сказок уже было много, и детали эти совсем непростые. Итак, первое требование в 14 стихе, чтобы исход из Египта, день исхода из Египта стал праздничным. Пусть этот день будет памятным для вас, и отмечайте его как праздник, посвящённый Богу, как вечный закон. «Семь дней ешьте мацун». Вот что-то я понимаю, а если я читаю правильно этот стих, то получается, что есть заповедь «семь дней», а и в праздник Песах есть мацун. Я вытрашиваю, что нам делать? Если в Торе есть ещё одно место, в книге дворин, там сказано «нет так», там сказано «шесть дней ешь мацун». Как же так? Семь или шесть? Понятно, что мы имеем здесь дело не с ошибкой, это не то, что какой-то редактор, раз уж он перепутал здесь в тексте, вместо семи написал шесть, или вместо шесть написал семь. И семь и шесть они дополняют друг друга. Каким образом? Делаем заключение, что если один у нас сказано семь, а в другой сказано шесть, то в седьмой день, в последний, нет обязанности есть мацун. Как сказано дальше, «семь дней ешьте мацун, но в первый же день уберите квасной из ваших домов, ибо всякий, кто будет есть квасной с первого дня по седьмой день, тот человек будет истреблён из Израиля». То есть запрет на употребление в пищу хамца, он все семь дней, и в седьмой день включительно нельзя есть хамец, нельзя его употреблять в пищу никаким образом, но обязанности вместо него есть мацун – нет. В принципе, человек может вполне прожить этот день на картошке. Делаем заключение, пишет Раши, что в седьмой день Песоха не обязательно есть мацун, лишь бы не ел хамец. И что же получается? Значит, шесть дней обязан есть мацун, а в седьмой день хочешь мацун – ешь, не хочешь мацун – не обязан есть. Но мы знаем, что устная теория Аллаха совершенно иначе выглядит, а именно с точностью до наоборот. То есть один день есть один раз обязанность есть мацун, а все остальные дни нет обязанности есть мацун. Откуда же мы учим, спрашивает Раши, откуда же мы учим ту Аллаху, которая всем известна из устной Торы, что и все шесть дней необязательно есть мацун, а не только последний седьмой день? Из того, что Тора говорит, семь дней, ибо таково одно из тринадцати правил толкования Торы. Что это за правило? Если есть частный случай, входящий в общее правило, и этот случай выделен каким-то образом, и о нём сообщена определённая информация, то эта новая информация касается не только этого случая, но и всего правила. То есть если у меня есть правило, скажем, энное количество учеников в классе, то есть это даже не правило, снова здесь некоторая проблема с переводом, а слово КЛАЛЬ все так и переводят правила, правила, правила. На самом деле здесь это не правило. КЛАЛЬ – это значит общая, общность. Значит, есть некоторая общность, энное количество учеников в классе. Теперь по поводу одного из учеников в этом классе, вдруг мне сообщается, что он должен учить географию. Вопрос, что мне этим хотят сообщить, что он должен учить географию, а остальные плевать, пусть не знают географии, или же нет? Если мне не сказано иначе, а выделен один из всего общества, и по поводу него высказана какая-то информация новая, то я говорю, что по умолчанию эта информация относится ко всему, ко всей той общности, ко всему тому обществу, которое он представляет. То есть, он становится здесь представителем целого общности, а не выдернутым совершенно из общества, ставшим отдельно индивидуумом. Вот это правило. Значит, если есть частный случай, входящий в общее правило, и он выделен, и о нём сообщена новая информация, то она касается не только этого частного случая, но и того самого общего правила, той общественности, которую он представляет. И поэтому вышло. Если нам сказано про седьмой день, что в седьмой день не обязаны есть мацу, то седьмой день здесь выделен из семи дней, и тем самым он, получая новую информацию, что в седьмой день не обязательно есть мацу, он тем самым учит нас, что и в остальные дни, в семь дней нет обязанности есть мацу. Стоп, опять у нас не получается. Но мы-то знаем, что в первый день праздника есть обязанность мацу. Существует обязанность есть мацу. Продолжает Раши. Но если так, то, может быть, и в первый день Песоха не обязательно есть мацу. На это есть у нас ответственность уже на отдельный посуд. Обсказано. Вечером ешьте мацу. Стало быть, Писание Тора здесь определяет это как обязанность. Вот так у нас вышла та форма при помощи двух пасуков, которые мы рассмотрели, и мы нашли источники для Аллахи, известной нам из устной Торы, которая гласит. Есть обязанность, непреложная обязанность, есть мацу в Лейн-Песох за пасхальным седром в ночь, пасхальную ночь. Начиная с этой ночи, нет обязанности есть мацу, есть запрет употреблять в пищу хамец, а маца она только ршут. Хочешь есть? Замечательно. Не хочешь есть? Запрет заповеди не нарушаешь. Следующая здесь Аллаха, которая тоже требует объяснения. После того, как сказано, семь дней ешьте мацу, но в первый же день уберите квасной из ваших домов. Как я понимаю это, если понимаете это буквально? Это значит, что в первый же день, как в первый же день Песоха, когда начинается Песох, то нужно сделать большую-большую уборку и убрать весь хамец из дома. Может, на первый взгляд, странно, уже вроде как Песох. Люди уборку делают перед праздником, а не в первый день праздника. В первый день праздника немножко поздновато делать уборку. Так это у людей принято. С другой стороны, у евреев все не как у людей. Может быть, у них такая форма праздника, и будем делать уборку. Но Раша объясняет, что слово, сказанное здесь, в первый же день, имеется в виду накануне праздника. Почему накануне праздника? Но написано же в первый день. Почему накануне? Почему же надо делать заранее? Этот день назван первым, хотя он на самом-то деле не первый из семи, а предшествует им, потому что им предваряется семь дней праздника. А это откуда? А это от того, что само слово, упомянутое в оригинале, решён первый. В отличие от русского языка, у него есть два значения. Он может быть первый из последующей серии, из последующего множества. А может быть значение этого слова первый и как предшествующий всем остальным. Не первый из остальных, а предшествующий остальным. Есть и такое, есть и другое. Может быть здесь говорится всё-таки о первом на семи дни праздника? Нет, говорит Раши, мы же учим вторе. То есть, хорошо, есть два значения. Можно привести действительно примеры, в которых слово решён, оно означает первый из последующих. А есть места, в которых слово решён, первый означает первый, предшествующий всем последующим. Есть так, есть так. А на основе чего ты решил, что здесь имеется в виду предшествующий. То есть, накануне, ещё за день до начала праздника Песар нужно уже вычистить весь хамец из дома. Ведь если есть такое употребление, есть такое употребление, то надо же что-нибудь, должно же быть что-нибудь, что перевесит одну чашу весов. Почему мы решили, что действительно требование, антимативное, уничтожить весь хамец, относится к кануну Песаха, а не самому дня, дню Песаха. Раши, есть у нас ещё один посуд, ведь мы учим вторе. «Не режь жертву над хамец». То есть, это означает, что пасхальную жертву, которую режут в послеобеденное время, в канун Песаха, и он начинает резать, в принципе, время, которое позволительно уже для принесения этой пасхальной жертвы, это через полчаса после полудня, в канун Песаха. И вот здесь Тора запрещает резать пасхальную жертву, если у тебя дома есть хамец. Значит, к этому времени хамец должен быть вычищен из дома. Вот на основании этого дополнительного пасука мы и решили, что то, что сказано у нас здесь в стихе, что в первый же день уберите квасную из ваших домов, имеется в виду первый в предыдущий. То есть, до первого дня, еще до начала праздника, в предыдущий день необходимо уже полностью вычистить дом, чтобы хамец в нем не оставался. Почитаем дальше. Оберегайте мацу. Сказано нам, что хамец нельзя есть, мацу, если обязанность есть в первый день, и она может служить пищей во все остальные дни, но строгой обязанности нет. Есть мнение, что есть митцва, то есть, каждый раз, если человек, не будучи обязанным, все-таки ест мацу и в остальные дни, то тем самым он выполняет митцву, хотя не обязан, и вот теперь по поводу этой мацы есть некоторая деталь. Оберегайте мацу, ибо в этот самый день я вывел ваше воинство из Египта, и поэтому вы должны хранить этот день для ваших потопков как вечный знак. В случае оберегать мацу, оберегать, чтобы ее воры не украли, от чего ее надо оберегать? Раши дает два значения. Оберегайте мацу от заквашивания. То есть, поскольку маца должна быть очень быстро и очень организованно спечена, чтобы не прошло 18 минут с момента заквашивания теста и до его испечения, то это требует очень серьезного отношения. И вот это имеется здесь в виду, оберегайте мацу, чтобы она не заквасилась. Отсюда у нас есть название маца шмура, то есть ее оберегают от заквашивания. Вопрос известный в Аллахе, с какого момента нужно ее оберегать от заквашивания? Имеется ли в виду только с момента, когда делается тесто, то есть мука уже приходит в соприкосновение с водой, либо имеется в виду еще и раньше, что ее необходимо беречь от контакта с водой и при складировании, а может быть даже еще и раньше. Есть мнение, что шмира, то есть вот это вот оберегание должно быть мишатакцира, то есть с момента, когда косят пшеницу уже тогда, как только... То есть дождь, который, если он польет, пшеницу, которая еще растет на поле, ей не страшно. Но с того момента, когда ее скосили, и теперь это уже не растущее растение, а теперь это уже продукт, продукт, с которым может произойти процесс брожения. Если вода попадет на зерна, благодаря находящемуся в них крахмалу, процесс может начаться, то вот здесь уже необходимо начать оберегать мацу по строгому мнению с момента покоса. Поскольку есть и другие мнения, то в обстоятельствах стесненных и трудных мы пользуемся эмоцой, которую не берегли с момента покоса, а которую берегли с момента помола, либо даже в самых-самых тяжелых случаях с момента замеса. Но есть еще одно значение в этом требовании – оберегать мацу. Маца шмура, как объясняет эта устная Тора, она должна быть еще оберегаема от заквашивания, но не просто так, чтобы фактически не было процесса брожения, но и чтобы она была оберегаемая для исполнения заповеди мацы. То есть все действия по изготовлению мацы должны быть осознанно человеком сделаны для исполнения заповеди, которую дала Тора есть мацу в пасхальную ночь. Это второе дополнительное значение кушмартемыта мацу – берегите мацу. Поэтому, продолжает Раша, мудрецы и сказали, в чем выражается бережное отношение. Если тесто начинает подниматься, то есть если мы делаем тесто, и пока мы его раскатываем, у нас не слишком быстро идет, или есть заторы у печи, и там не так уж быстро пекут мацу, и мы видим, что тесто начинает подниматься, это катастрофа, это значит, что в нем начинается процесс брожения, разровняем его рукой, остуженной в холодной воде. То есть чем больше понятно, что чем ниже температура будет тесто, тем меньше опасность того, что произойдет, на что начнется процесс брожения. Для того, чтобы процесс брожения шел, ему необходима теплая температура. Поэтому холодные руки, которые опускаются в холодную воду, и потом начинают бить, стукать по тесту, его начинают мять, его начинают мучить для того, чтобы не дать ему успокоиться. Это тоже необходимо не просто ему теплая, приятная обстановка, но и необходим еще и покой для того, чтобы бактерии начали свое дело, и запустился бы процесс брожения, когда его все время мучат и мнут, и стучат по нему холодными руками, то бактериям недооброжения, и тем самым сберегается маца. Поэтому тот, кто был хотя бы раз, видел, каким образом делается ручная маца, именно там, где там действительно все критично, поскольку там уходит много времени, в отличие от машинной мацы, то там люди постоянно мнут это тесто, не давая его, не оставляя его в покое ни на одну минуту. Продолжая дальше Раши, приводя здесь медраж наших мудрецов, Раби Яши говорил, ты читай не мацот, уж мартэмэта мацот, то есть береги мацун, а читай митцвот, те же самые согласные, только по-другому огласованные, уж мартэмэта митцвот, вы берегите митцвот, а что их нужно уберечь? Опять, кто-нибудь собирается их у нас украсть или в чем здесь дело? То есть, оберегайте заповеди, так же, как нельзя позволить тесту для мацы, чтобы оно скисло, так и нельзя откладывать заповедь, чтобы она не скисала. Если есть возможность исполнить её, исполни немедленно. Здесь есть требование, которое устанавливается по отношению и становится конкретным, это не общий лозунг, а это конкретное логическое требование в том, чтобы, если есть у человека возможность, ему представилась сейчас возможность исполнить какую-то заповедь, для того, чтобы заповедь не откладывать её, не жить по принципу, отложить на послезавтра то, что можно сделать завтра или ещё когда-нибудь. А если подвернулась заповедь, если возникла возможность её исполнения, то её нужно необходимо выполнить и немедленно, сразу же. Это что касается принципа «ушмартэмэта мацод, ушмартэмэта мацвод», оберегать заповеди, чтобы они не скисли. С Новактория «С четырнадцатого дня первого месяца с вечера ешьте мацу до вечера двадцать первого дня того же месяца, то есть четырнадцатый день – это канун Песоха, вечером наступает следующий день, пятнадцатое число, с этого дня есть обязанность, есть мацу, вместо, в первый день это обязанность абсолютно есть мацу, а в дальнейшем маца как альтернатива хамец. «Семь дней закваска не должна находиться в ваших домах, ибо всякий, кто будет есть содержащий хамец, то есть квасное, его душа будет отсечена от общины Израиля». Это строгое очень наказание. Корет. «Будь он пришелец или коренной житель той страны, ничего содержащего хамец нельзя есть. Во всех ваших поселениях ешьте мацу». И так сказано здесь, «Семь дней закваска не должна находиться в ваших домах. А если у меня есть не только дом, а у меня есть еще и машина, можно держать пачку печенья? Или у меня есть еще и рабочее место в офисе. Там я могу держать? Или больше того? Вопрос, который задает. Вот задает человек вопрос. Знаете, как у меня человек живет за границей, у него есть неопределенный бизнес. В бизнесе есть у него его собственный офис. В офис приходят люди работать, в том числе его секретарши и прочие. Они не евреи, они приносят хамец. Получается, что в его офисе, оказывается, пусть не его хамец, но все-таки хамец. Нарушает ли он запрет или нет? На первый взгляд, вроде как нет. Здесь сказано «в домах». Может быть, только в доме запрещено держать хамец, а в других своих владениях нельзя. Посмотрим, как мудрецы учат этот стих. Раша приводит здесь весь анализ. Закваска не должна находиться в ваших домах. Ну а откуда учим, что и в пределах? Так, блин, в пределах имеется в виду во всех своих пределах. Не только в домах, но и во всех остальных своих владениях, помимо дома. Из того, что Тора говорит в другом месте, чтобы не видно было у тебя кваснова во всех твоих пределах. То есть там, где есть у нас два запрета. Балираэ у Балиимаце. Чтобы не было сказано здесь, а в другом месте сказано, чтобы не было видно. И вот там, где чтобы не было видно, уточнено не только в доме, но и чтобы не было видно во всех пределах. Тогда вопрос, а почему один раз сказано в домах, а в другой раз сказано в пределах? Ведь в пределах, в твоих пределах, это куда более широкое понятие. Оно включает не только дом. Оно включает еще и все остальные мои владения. Тогда зачем отдельно выделено в домах? Чтобы не было закваски в домах. Если уже через некоторое время Тора собирается сказать, чтобы не было кваснова и во всех наших владениях, во всех пределах. Продолжает Раша. Если так, то зачем сказано «в ваших домах», а это только для того, чтобы приравнять наши пределы, т.е. остальные наши владения, к нашим домам. Как твой дом является, что такое мой дом? Мой дом, во-первых, это моя собственность, он мне принадлежит. Во-вторых, он в моём владении, я там живу. Как твой дом является твоей собственностью и находится в твоём распоряжении, так и твои пределы, т.е. то, что здесь запрещено по поводу пределов, то, что запрещено, чтобы хамец находился и в остальных наших владениях. Во всём это – так и все пределы – со всем, что в них находится. Таким образом, из запрета исключён тот хамец, который принадлежит мне и еврею. Ведь по аналогии – как дом – это то, что мне принадлежит и находится в моём распоряжении? В домах не должен быть хамец, и точно так же, по аналогии, не должен быть хамец во моих остальных владениях, как то, что в моём владении и в моём распоряжении. Стало быть, если нееврей принес свой собственный хамец ко мне в дом или ко мне в мой офис или в мой сад, в мой огород или в любое другое мое владение, то тем самым он меня под монастырь не подводит, я не нарушаю запрет. Таким образом, исключается тот хамец, который принадлежит нееврею и находится в владениях еврея. Только оговаривают это мудрецы одним условием, что если не несет за него ответственности, евреи, но если не еврей, приносит сюда хамец в мои владения. И вы будете возрождать, если я это здесь оставлю, вы не посторожите мне вот эту вот сумочку, вот здесь уже начинается проблема, потому что если я сторожу это и беру хотя бы минимальную материальную ответственность за это, т.е. я уже заинтересован в том, чтобы этот хамец был, существовал, жен и т.д., то тогда уже вот это вот исключение не помогает. Там, где я принял материальную ответственность за этот хамец, нельзя мне держать его в своих владениях, даже если хамец, строго говоря, не мой, а он принадлежит нееврею. Но моя материальная ответственность здесь делает меня обязанным очистить мои владения от такого хамца. Семь дней. Строение праздника, как мы видели, семь дней. Причем первый день праздник на кракодыш называется святым, должен быть назван святым. И седьмой день тоже называется святым. Как бы два пика, между которыми есть некоторые понижения, между которыми холямоэ. Почему такое строение? Случайно это или нет? В общем-то, это строение, основное строение еврейского праздника. Так построен праздник Песах, праздник Суккот тоже построен таким образом, чуть правда иначе. Там нет седьмого дня праздника, а вместо него прилегающий к Суккот отдельный праздник Шмени Ацерет, восьмой день. Но, в общем-то, это вот строение двух пиков, оно остается. В чем здесь дело? Объясняет Эдаравир следующим образом. В Писании семидневный цикл всегда представляет собой отрезок времени, в продолжении которого достигается новый уровень совершенства. Семь – это число, которое представляет собой полноту, совершенство. Поэтому каждый раз, когда что-то завершается и происходит восхождение еще на одну ступеньку, то обычно там присутствует число семь. Всякий раз, когда такой семидневный цикл посвящается праздникам, то, что называется Моэд. Моэд – название, еврейское название для праздника, т.е. это установленное, выделенное время. Это означает, что идеи и концепции, которым надлежит возродиться в нашем сознании в первый день, на седьмой день должны достигнуть ясности, четкости и силы. Поясним. Что должно произойти в празднике? Что представляет собой праздник? Праздник – это не просто символическое выражение каких-то таких идей. Наоборот. Идеи посредством праздника какие-то идеи должны у нас, правда, не возникнуть, должны у нас возродиться. Идеи-то они все не новые, идеи – они все старые. Песах. Праздник. Сман хэру тэйну. Время нашей свободы. А мы, вроде как, всегда свободны. Да, уже, наверное, в этом мы всегда свободны. Но только сознание нашей действительной свободы, свободы от, яйца рара, свободы от своих слабостей, от своих трудностей, они из нашего сознания на протяжении года уходят. Поэтому есть семь дней в году, в которых необходимо все это усилить. И вся атрибутика праздника, и все его заповеди, и все, что происходит в праздник, оно помогает нам возродить те идеи, те концепции, которые мы забываем на протяжении года. В Песах вопрос именно свободы. Так вот, получается, что максимум, значит, с одной стороны всплеск именно в первый день, когда все происходит, тогда эти идеи и концепции возрождаются в первый день. Но они должны достигнуть апогея в седьмой день, достигнуть ясности, четкости и силы. И достигнув этой вершины жизненной силы, то мы уже можем вернуться к повседневной жизни, чтобы осуществить эти идеи на практике. После того, как эта идея укрепилась и доходит, когда последний седьмой день, он снова назван святым, т.е. мы укрепляемся в этом самом сознании, после этого происходит выход уже в будни, в повседневную будничную жизнь, в которую нужно перетащить все те идеи, которые возродились и укрепились, и прояснились в нашем сознании на уже дальнейшую жизнь. Следовательно, в первый, а затем вновь в седьмой день, и получается, вот эти дни должны быть названы святыми. Кодыш, микрокодыш. Достигает своего полного воздействия. В первый день идея, которую предстоит возродить, должна стать полностью понятной нам, без каких бы то ни было сомнений, а в седьмой день мы должны уже всецело её усвоить так, чтобы взять с собой, когда вернёмся к повседневной жизни. Так вообще происходит любой процесс познания и восприятия. Т.е. сначала для того, чтобы какую-то вещь познать, её нужно сначала уяснить и прояснить себя, а затем уже усвоить. Так, потому что вещь может быть ясная, но не усвоена. Первая стадия прояснения, вторая усвоение, и усвоив, можно с этим уже идти в жизнь.